привет всем вот вышло думаю надо собираться опять у нас очередное шоу не нашего клуба другого клуба но у нас просят поддерживать это будет бенч шоу то есть есть разные виды шоу ну бенч то это то есть на столе просто расставлены орхидеи проще потому что конечно очень много пожилых членов клуба и устраивать конечно выставки из дисплеев это очень тяжело и очень долго поэтому вот решила вот эту красотку тоже взять с собой на выставку но и думаю покажу вам потому что времени реально очень очень мало не хватает она буквально вот наверно вчера полностью уже так распустилась и набрала свой цвет очень красивая я ее приобретала в том году пересаживала вот так вот маленький горшочек опять же в моей новой посадки видите горшочки очень сантиметров наверное 6 высоту маленький и вот ей конечно понравилось прям как повылазили корешки мог внизу и кора и очень понравилось название это такое получение понравилось это расцветка в том году я не очень большой любитель таких крапчатых каких-то орхидеи но это мне очень понравилось тут кстати на заднем плане тоже уже наверно доцветает не показала я она у меня без названия была куплена но все-таки после долгого-долгого поиска я решила что это гибрид мой силой на форбезе ай очень красивый на мой взгляд цветы очень крупные ну и конечно она прям так уже разрослась во все стороны еще цветочек ну как-то надо будет ее скомпоновать потому что смотрю же корешки начали вылезать тоже со всех сторон тут у меня кстати расцвела носила я на наше заседание тоже извините ничего не снимаю потому что конечно хочется общаться не хватает времени ни на что и это котлела беата семи альба на семи альба произрастает в венесуэле в бразилии и первый раз она для меня расцвела я и покупала совсем малышом ну два цветочка такие довольно таки не маленькие красотка наверно тоже поедет со мной будет в разряде природных орхидей попросили нас поддержать клуб ну конечно мы стараемся поддерживать друг друга ну и может быть что-нибудь для себя опять найду хотя мне уже наверное достаточно я как-то все приобретаю приобретаю что-то так хочется чтоб что-то новое расцвело зацвело но пока что очень много конечно малышей у меня я обещала снять тоже но пока что никак не получается не хочется повторяться потому что уже конечно много лет многие знают мою коллекцию и конечно показывать постоянно одно и то же это будет надоедать поэтому это продолжает цветение телогена специоза специоза не револьверное цветение и радует она конечно долго 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 цветет и цветет один цветочек опадает другой расцветает шикарные большие цветы вот кстати про новинку вот я себе недавно приобрела в обыкновенном овощном магазине так мне понравилось это форма обалденная губа прям такая круглая форма цветка мне нравится фаленопсис и биглипы и вот этого тоже очень мне понравилось нужно ее пересаживать такой вот маленький горшочек но пока что стоит тут одна бульбочка отвалилась не знаю так положила может быть выдаст кейку ну пока что ничего кстати радует меня тоже май мой white bad plant я когда снимала о нем видео есть отдельное видео говорила что может она цвести постоянно ну и вот она меня радует выпустила еще два цветка большое растение мамочка и детка выпустила мне тоже цветонос я срезала два отделяла две детки и одна принялась вторая нет кстати у детки вон еще один цветок обалдеть она уже доросла наверно до такого состояния когда я ее покупала красиво ну а тут моя очередная морковка вторая морковка моя зацвела она только раскрывает бутоны я и убрала дожди у нас непонятная погода сейчас дождь солнце ветер дождь солнце опять поэтому я конечно стараюсь оградить их от таких условий и убрала от дождя чтобы цветочки не пострадали ну и поедет со мной тоже это black pearl если кто не знает и вот так вот она вырастила в этом году уже начинает листики осыпаться такая вот пульбочка выросла всего один цветоносик ну довольно таки красивые цветы как всегда ну посмотрим кстати на предыдущем шоу я до выставляла фотографии и видео делала мы заняли второе место с моей красавицей пурпуратой она цветет не по сезону я ее так и покупала кстати цветущие не по сезону потом она у меня еще цвела в декабре второй раз поэтому не знаю ну а это тоже уже эта сторона оцветает вот видно да а эти такие свежие цветы очень люблю файну люблю финальная голубая это гибрид с валкирианой запах очень-очень у нее обалденный уже неоднократно говорила выпустила всего два цветоносика но у меня когда-то цвела так пышненько пышненько ну вот я ее перевалила просто не перевалила даже а поставила в больше горшок вместе с предыдущим горшочком да тут видно и вот так вот она такие уже в бульбочку нарастила такую хорошую потому что ей мне кажется было суховато в этом маленьком горшочке наверное вот такой вот же маленький горшочек был и смотрю она там выпустила еще новый ростик очень мне нравится это котлейка долго цветущая ароматная что еще нужно в общем вот такой вот уголочек а тут еще тоже ну вот не успела я носила ее собой напоминает мне всегда хочется сказать желтая птичка но это не желтая птичка такие очень плотные цветы это вот такое вот название по строение по губе она мне напоминает чоколадроп но и не напрасно потому что это гибрид чоколадроп на бросову субули фолия и в общем получился вот такой вот хотя чоколадроп красный субули фолия бросовула белая ну и вот получилось такое вот желтая конечно странно да но цветы очень плотные такие прям вот плотные плотные но она у меня тоже давно давно не цвела я это уже нами когда-то цвела потом я ее и решила что я большой эксперт я ее что-то там разделила и она у меня немножко капризули было ну пришла вот форму и расцвела ну цветочки уже конечно оцветают портятся запах у нее приятный ну вот не знаю может быть нужно было выйти мне вечером понюхать я как-то все так вот она у меня внизу тут стоит и и не нюхала по вечерам потому что наверно бросоволы пахнут же ночные птички ну в общем вот так вот мы будем собираться на наше шоу ну в общем заодно думаю решила вам показать кто помнит мой помидорный коридорчик сейчас это не обращайте внимание это у нас еще конструкция ну а здесь вот такая вот у нас такую стену мы построили здесь у меня будет не этот это такой старый столик здесь я буду пересаживать что это ну в общем еще стройка стройкой но что у меня вот здесь вот так вот разрослось малинки уже собирали урожай здорово когда все как-то растет цветет можно можно наслаждаться посадить и и радоваться жизни здесь кстати это passion fruit там и вот так вот отгородились немножко от соседей провиси себе сделали ну passion fruit так вот разросся у меня вот такой вот passion fruit так вот он разросся у меня с января месяца что ему пришлось посадить вот такую вот стену выстроить и он идет конечно еще не цвел обожаете фрукты семечки внутри очень очень обожаю это мои огурчики это уже вторые кстати огурцы я сама посеяла потому что которые покупала они длинные ну в общем такие не были очень вкусными а это я высела опять себе и вот такие вот у меня уже огурчики дождики конечно помогают нам в этом деле обожаю наблюдать за этими всеми растущими цветущими как можно это не любить ну а где находить на это все время сама не знаю иногда сама себе удивляюсь но что делать вот такая вот красота кстати клубничка тоже разрослась новые кустики и помидоры уже вторые посадили черри было очень много герберы это мой синдерей сельдерей кто как называет моя петрушка ну в общем показала быстренько да вот такая вот у нас теперь здесь чистота и красота в конце здесь будет мой я здесь все себе буду горшочки мои все для орхидеи в общем такой мой гараж здесь будет мужа гараж маленький такой смотрите какое у меня сегодня настроение солнышко выглянуло у меня прям настроение погулять поснимать это гудит извините для бассейна это мои петунии так мне понравилось купила и они конечно понемножечку понемножечку но не так пышно цветут как показывают но все равно расцветают расцветают и радуют меня красивые впереди дома у меня здесь розочки я уже все посадила тоже все 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 что-то не принималось пришлось поспите садить это кстати все знают да дэзит роуз тоже такую в общем такой раз розовый гард гарден сделала себе розы разнообразные все после дождя все 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 осыпается бедные бутоны не выдерживают тяжести от воды красота ну а вот тут конечно мои главные любители расположились в общем вот так вот мы и живем с моими орхидеями а залии тоже отцветают они у меня в горшочках растут ну и очень пышненько цветут нужно конечно солнце всем ничто не может быть жить без солнца и цвести поэтому все любят солнышко влагу дождик это самое лучшее для всего ну уже покажу вам так вот начинается мое каждое утро обожаю заходить сюда рассматривать что цветет что расцветает что нужно убрать обожаю это кстати анцепс растет я уже не знаю сколько месяцев растят эти цветоносы но начинают уже отделяться влажность нужна когда бутоны развиваются у анцепсов чтобы они не слипались и вот такая вот красота а это у меня кстати лаэлия супер биенс я не знаю сколько месяцев наверное ну вот наверно так как мы вот переехали вот так вот она и растит этот цветонос и он уже конечно очень длинный вот там вот расцветает еще но не успеет эта подружка расцвести на сегодня поэтому не возьмем мы ее с собой да лаэлия супер биенс когда она начнет распускать свои открывать свои делиться вернее на бутоны это загадка я кстати еще одну купила себе тоже это шамбургия до он дула то это моя новинка с предыдущего шоу такая богатырка богатырша классные такие бульбочки здорово 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 пополнение в нашей коллекции сколько мне надо еще я не знаю конечно но вот смотришь на это все и думаешь хватит да вот хватит хватит нет все равно что-то покупается что-то приобретается это моя фаленопсисовая группа это кстати вот малыши так вот они понемножечку все здесь растут я сильная моя группа все мои и если здесь желтая серного вроде бы ничего получится такое такая прогулка небольшая да это кстати мои мини марки я покупала фласку наверное в том году и вот такие вот уже растюхи растут потихонечку ну а этот мини марк вот этот я покупала на две выставки назад да наверно так уже было не помню мы уже здесь точно были в этом доме и вот я их попересаживала все вот такие вот горшочки сделала им и так всем нравится так вот я вот их посадила и прям смотрю корешки тоже кстати я посадила мох как я и сажаю сейчас свои орхидеи мох и кора но тут поменьше немножко было у меня конечно и перлит и в общем я посадила их вот так вот и смотрю что им очень-очень нравится это кстати стюартиана да которую я тоже приобретала ну вот я ее вот так вот просто посадила в горшочек потому что сухо и конечно это на этой пластиковой штучки и ничего набрались листики такого тургора вроде бы им понравилось ну в общем вот так вот мы и живем здесь еще майкс там мой кстати трэш и ай вот и выносила на наше предыдущее собрание здесь у меня такой уголочек бульбофилмов наверное не поедешь ты до на выставку не впредь не в таком ты прям приглядном состоянии кто-то будет просто радовать меня нас просто попросили поддержать поэтому не обязательно много носить так что на быстренько что пошли в маленькую быстренько забежим тепличку и посмотрим что там не добежала я до маленькой теплички здесь вот она остановилась вот это еще одна моя новинка принес мне член нашего клуба cimbidium australian midnight если кто не знает это очень темные цветы я давным-давно у него просила но вот он по пересаживал и просто любезно предложил мне вот это вот огромное создание за 30 долларов конечно же я я не отказалась очередная моя новинка вот так вот видите всплывает что-то что-то где-то такое большое конечно большое чудо ну а это мой малышня здесь в общем малышня малышня моего ели это кстати вот моя тоже новая даяна надеюсь что она розовая потому что вот это вот цвела цирулий смотрите новые ростики обожаю после дождя когда этот мох весь зеленый это просто рай в общем да вот такой вот я маленькая купила тоже не пересаживала думаю ну пока что пусть растет здесь смотрю и и и кора есть не только один перлит поэтому думаю ладно уже не буду тебя трогать у нас тем более сейчас осень ну в общем ладно пусть тебе живет это кстати тоже я все просили меня уже наверно спрашивают и спрашивают когда-то я купила себе похвасталась целогина одарди вот наконец-то покажу зашла потому что вечно не хватает как-то то настроение не то то хочется самой посмотреть в общем вот так вот она выглядит она у меня выдала три новых ростика ну вот один вот видите на заднем плане она его кстати плотный какой-то но не знаю в общем она его засушила или что и вот выдала она внизу еще один поэтому то она хотела выдать три ростика и вот она их выдала конечно не такие большие ну радует то что она у меня прижилась он грек ум леонис это моя единственная мы с давали не знаю что с ней будет ну вроде бы как она растет не знаю я это это такое это моя моя больная тема мазды вали так вот заходишь сюда и вот видите это что это улитка маленькая улитка любят они после дождей ну вот так вот выглядит мой такой я бы сказала здесь вот как-то больше детский сад у меня менячу миниатюрные это кстати да здесь здесь долго здесь долго это все конечно очень интересно это кстати мои вот еще amazing talent я себе еще 2 так вот мне тоже посчастливилось это мисс amazing talent аманда очень красивые тоже цветы то что моя рейнбоу цвела и потом так как по какой-то такой вот счастливой случайности оказалось что я зашла в магазин и детки там были это вот такая а это gold star и я их по пересаживала тоже в такие горшочки это кстати ну да а это amazing talent хай сонг надеюсь что это хай сонг потому что она очень очень красивая ну и вот как вы видите вот здесь вот когда заходишь сюда и понимаешь что больше тебе ничего не нужно вот расти вот их и пусть они тебя радуют но нет вот кстати буквально два дня назад я получила дендробиум крестиану я почему-то думала конечно что он маленький и вот таким вот я его получила он совсем не маленький в подарок мне положили в подарок мне положили вот еще ты тоже поедешь со мной дендробиум поксон а это это с без специозом на тетрагоном кажется такие вот цветочки должны быть спасибо большое подарок поедем со мной и что еще кстати вот еще новинка вот такая вот новинка медил холки ове красивая но она продавалась как цветущий но как вы видите она не совсем не цветущая поэтому конечно я так немножечко disappointed разочарована была ну ладно будем будем посмотреть что с этого получится а в подарок мне этот дендробиум дали почему потому что я купила очередную целогину и это целогина велутина pink форм обожаю целогины я кстати вот пересадила тоже еще мою интермедиу очень люблю целогины поэтому это кстати моя гангора здесь висит она огромная она просто огромная я не знаю куда ее так вот подвешивать но вот так вот она себе здесь висит и приходится ее приходится под ней здесь мои ангрегатум или линдли ну вот кто-то покушал ну вот кто мог сюда вот зайти и покушать ну ладно 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 что-то еще кстати было у меня здесь это моя кстати песка тория наверное я никогда не показывала вот так вот она у меня растет в живом мухе и постоянно в воде находятся и ей очень нравится вот такой вот новый ростик она нарастила я сама кстати очень люблю конечно гулять рассматривать вот так вот орхидейки у всех что как растет но иногда не хватает времени иногда не хватает желания или погода это кстати моя променея знаете я ее покупала не знаю очень давно ну очень наверно в одних из первых видео тоже была какая-то моя фласка первая и вот она у меня столько лет это единственная она у меня осталась и вот так вот она такие конечно классные кругленькие бульбочки очень нравится мне но надеюсь что когда-нибудь зацветет поэтому есть что ожидать вот малышка малышка в предыдущем видео кто смотрел видео про выставки радиканс там конечно сказать что растение большое наверное ничего не сказать я не знаю сколько ему лет ну вот так вот она в корзине там растет и это очень очень здорово когда вырастают такие растения это растет белоба тут что-то тут еще одна белоба бутончики надеюсь вытянет что-то ну посмотрим это мой сатану петр привет тебе смотри как он наращивает в этом году я знаю что ты очень хочешь его тоже он конечно классный как смотрятся эти после дождя капельки красиво ну наверное хватит да такая вот прогулка небольшая сегодня получилось не хватало у меня не было настроение наверное это кстати хибики еще продолжает цветение очень 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 интересно очень многие из фласки и очень здорово за ними наблюдать это знаете что кстати я ни разу не видела его цветение он у меня тоже очень давний житель называется хиподомия браса котлея наверно не знаю что это но доза на окланде ай конечно было бы интересно да увидеть его цветение но вот не знаю здесь вот такой ростик вырос загорелый посмотрим а так конечно есть и на белиор и даже у меня есть здесь рекс очень маленький но растет ну нам же нужно сразу чтобы все цвело чтобы все пахло и радовало это кстати моя давиана аурея очень она медленно растет уже сколько лет тоже и и не умирает и прям чтоб так прогрессировала нет но я по по накупала каких-то вкусняшек очень разных тоже и посмотрим чем это все дело закончится это вот такие вот бутончики наращивает дендробиум мод вижу точному но монопфулом австралийский дендробиум кажется я так вот его посадил он такую вот длинную коряжку и вот так вот он себе здесь растет и даже выдал цветоносик это моя кстати покажу наверно уже закончена ней до хватит болтать это моя вторая попытка и моя любимая член нашего клуба она мне любезно предоставила вторую попытку потому что я просто влюблена в ее это котлея дарманиана и вот со второй попытки вроде бы мне получилось потому что она мне когда ее дала она растет она живет немножечко повыше у нее климат немножко потеплее она их выращивает камни у нее внизу и когда у нас была зима конечно камни сделали свое дело и корням было холодно и она бедная погибла я ее пересадила это это уже вторая я естественно проверила все и в камнях я уже вообще не выращиваю ничего единственное что так сверху могут быть пару камушков но с этим делом нужно быть аккуратно растения портятся и умирают и вот смотрю здесь новых три ростика дарманиана конечно кто не знает посмотрите эта красотка ну а так а так вот так вот мы растем 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 это наверное тоже не показывала в том году я баловалась и посадила так макселярия какая-то макселярия темная черная макселярия и так ей кстати здесь шумки она я шумки она и вот так вот она у меня здесь и растет мне кстати нужно пересаживать мои антуриум и мои вот эти вот все красиво лесные пестролистные работы в общем непочатый край да и моя здесь коряжка потихонечку растет ну что на этом наверное буду заканчивать на такой красоте конечно если интересно скажите мне напишите погуляем будет настроение я могу вот так вот пройтись по каждому растению и мы можем их поразглядывать если интересно такое можно иногда такое устраивать себе правда ну что всем пока пока с моего орхидоидного коридорчика всем пока пока